Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала ulprado.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В регионе пройдет третий международный форум «Японская весна на Волге». Медицинские сестры отмечают профессиональный праздник. Городские пляжи готовят к летнему сезону. В Ульяновске стартовал чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» для людей с ограниченными возможностями. Завтра в Ульяновске пройдет третий международный форум «Японская весна на Волге». Организаторы готовят большую культурную программу. Кроме культурных деятелей из Японии, в мероприятии примут участие и ульяновские коллективы. Подробности в нашем материале. Уже завтра на сцене Ленинского мемориала выступит необычный дуэт. Студенты Московской консерватории имени Чайковского из Японии выступят под аккомпанемент музыкантов из Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский». Для зрителей прозвучат два инструментальных концерта. Хария Катоха – студентка второго курса фортепианного факультета, лауреат всеяпонского конкурса пианистов. Она исполнит второй концерт для фортепиано с оркестром Фредерико Шопена. Я очень рада, что опять могу играть в это произведение, в такой большой зале, и очень крутой оркестр и жире-жире. Имагава Кокора – студентка первого курса оркестрового факультета, лауреат международных конкурсов. В ее исполнении прозвучит концерт для скрипки с оркестром Брамса. Концерт начнется в 19.30, вход свободный. Уровень воды в Волге находится на критическом уровне. Это тема в заголовках региональных средств массовой информации. Сегодня в студии издательского дома «Ульянская правда» данный вопрос обсуждался в рамках телепроекта «Двойной вопрос». В гостях Вячеслав Михеев, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии естественно-географического факультета УЛГПУ и Екатерина Абрамова, заместитель начальника отдела водных ресурсов по Ульяновской области Нижневолжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Полный выпуск передачи вы можете посмотреть на портале ulpravda.ru. 12 мая медицинское сообщество празднует День медсестры. В отличие от многих других профессиональных праздников, этот день имеет фиксированную дату. Именно 12 мая родилась основательница всей службы милосердия. О медицинских сестрах Ульяновска в материале Павла Полового. Не каждая работа может похвастаться наличием международного статуса праздника своей профессии. Медсестры могут. Эта профессия была востребована во все времена, на любых войнах. Они всегда рисковали жизнью наравне с солдатами, спасая их жизни. В мирное время подчас самые теплые воспоминания у пациентов как раз о них. Медсестры-тангелы в белых халатах. Это действительно так. Даже и на личном опыте, можно сказать. И с родов, когда забирал жену, она вспоминала больше всего, как помогала медсестра. И как много, значит, иногда просто один стакан теплого чая в такой ситуации. Или просто человеческая забота. Своё предназначение представительницы этой древнейшей профессии осознают. Пусть молодёжи пока и не так много, но смена есть. А передать свой опыт женщины смогут, потому что пришли в профессию по велению души. Несколько раз подряд лежала в больнице и поняла, что мне нравится профессия медицинской сестры. Я хочу работать с медицинской сестрой. Много лет я работала в процедурном кабинете. И каждый день я шла на работу не то, что как вот тяжёлый каторжный труд, а именно играть, как будто бы играть в больничку. Делать уколы, улыбаться пациентам, что-то расспрашивать. Работа приносила и приносит Светлане истинное удовольствие. Она верит, что популярность профессии не угаснет, что подвижничество останется навсегда главной чертой российского характера. Александр Смекалин обратился к медсестрам региона с искренним теплом. Во всём мире этот праздник отмечается уже более ста лет. Для нашей страны этот праздник ещё достаточно молодой, но он очень важен. Очень важен для каждого из нас. И каждый, наверное, да не наверное, а наверняка, каждый человек в этом мире, приходящий в этот мир, встречает добрые, нежные, заботливые, ласковые ваши руки. В связи с профессиональным праздником очень многие медицинские сёстры получили региональные и федеральные награды. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. В регионе организуют прямую линию по вопросам дошкольного образования. Начиная с завтрашнего дня и до 30 мая жители региона смогут позвонить по телефону 44 14 07 и задать профильным специалистам вопросы, касающиеся дошкольного образования. Справочные телефонные линии организованы Министерством образования и науки Ульяновской области. Телефонная линия будет работать с 10 утра и до 3 часов дня. В регионе стартовал 4 региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Напомним, это соревнование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие пройдет сегодня и завтра на базе среднеспециальных учебных заведений Ульяновска. Подробности у Натальи Чумаченко. Сегодня в областном дворце творчества детей и молодежи с самого раннего утра было шумно и людно. Больше сотни участников 4 регионального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья собрались в концертном зале на торжественное открытие. Ульяновская область одним из первых регионов вступила в это движение и вот уже в четвертый раз на своей территории мы проводим регионально-отборочные соревнования. Хочется отметить тот факт, что с каждым годом и количество участников, и количество компетенций возрастает. Особенно отраден тот факт, что в этом году на нашу просьбу откликнулись работодатели, которые с уверенностью готовы победителей взять к себе на работу и трудоустроить. После официальных приветствий, зажигательных танцев и жестового пения на сцене дети поспешили на свои рабочие площадки. Уже на местах с 14 по 15 мая жюри будет определять лучших по 14 компетенциям. Школьники и студенты продемонстрируют свои знания и умения в слесарном деле и поварском, художественном вышивании, веб-дизайне и других направлениях. Так, Карина Милаян из школы-интерната номер 91 настроена завоевать победу в одной из техник бисероплетения. Этой деятельностью я занялась во втором классе школы. Мне это очень понравилось, потому что всегда можно сделать красивую поделку и подарить ее родным, знакомым и друзьям. Потому что по подарок, сделанный своими руками, получить очень приятно. В день старта чемпионата во Дворце творчества детей и молодежи начала работу выставка изделий, сделанных инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также была представлена экспозиция технических средств обучения и реабилитации. Вторая часть выставки, наиболее значимая для нас, это результаты работ наших ребят с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, в виде материалов декоративно-прикладного творчества, которые они выполняют как в ходе организации учебной деятельности, вне учебной работы. Поэтому здесь вот все возможные виды, направления, связанные с профессией, специальной сферой услуг. Наблюдая за тем, как школьники и студенты создают настоящее произведение искусства, невзирая на особенности здоровья, понимаешь, что человек может быть ограничен только своими собственными рамками. И Обилимпикс это подтверждает вот уже четвертый год подряд. Победители регионального уровня поедут на всероссийские соревнования, а затем лучших отправят на международные состязания. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Ульяновские пляжи готовят к купальному сезону. По информации Управления гражданской защиты, перед открытием сезона планируется очистить от опасного мусора дно на центральном пляже и в местах массового отдыха граждан вблизи воды. Вблизи акватории будет установлено 38 знаков купания запрещено, а в Левобережье смонтировано 9 шлагбаумов на подъездных путях к местам несанкционированного купания. Рабочие бригады городского центра по благоустройству и озеленению собирают и вывозят бытовой мусор, ремонтируют и красят малоархитектурные формы и спуски в воду, моют бассейны центрального пляжа. На этой неделе запланировано начать завоз чистого песка. Напоминаем, что местом разрешенного купания в Ульяновске является центральный городской пляж. Также для массового отдыха граждан вблизи воды будут подготовлены три места. Старый Севьяшский пляж, котлован рядом с поселком Борьба, а также прибрежный участок в парке 40-летия ВЛКСМ. В Ульяновской области подходит к концу сев овощей. На территории региона выращивают большое разнообразие овощных культур, но особой популярностью пользуется капуста. Ее ценят за питательность, низкокалорийность и витамины, и даже называют третьим хлебом. Подробности в нашем материале. Капуста не боится заморозков, поэтому ранние сорта начинают высаживать еще в апреле. Поэтому ульяновские фермеры отдают предпочтение именно этому овощу. В овощеводческих хозяйствах сев уже подходит к концу. На данный момент овощей засеяно 550 гектаров, а картофеля – 860. Посевной в крестьянско-фермерском хозяйстве Федора Храмова начали готовиться в начале марта. Первым делом высадили рассаду. Фермер и его помощники занимаются выращиванием так называемого борщевого набора – свеклы, картофеля, лука, моркови и, конечно, капусты. Последнее уделено большее внимание. Засажено 20 гектаров. У меня хозяйство выращивает 5 культур. Из них основные – это капуста 20 гектар, лук 6 гектар, картофель 8 гектар, морковь 5 гектаров. Постоянно в хозяйстве работают 10 человек. В сезон к ним присоединяются еще 8. Почти 90% урожая фермер реализует в торговой сети региона. Остальную часть – в столовой крупных ульяновских предприятий. По прогнозам, валовый сбор будущего урожая составит 1200 тонн. Анна Тищенко, Юрий Тимонин. Новости ульянской правды. Театральный марафон – это событие всероссийского масштаба, который проходит почти во всех регионах страны. Он стартовал в январе в Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – в Калининграде. Символ театрального марафона, как эстафетная палочка, передается из одного региона в другой. Затем, как это происходило в Ульяновске, следила Ирина Антонова. Ульяновск присоединился к Всероссийскому театральному марафону. Статуэтку в форме веера с гербами всех регионов участников из рук министра культуры Республики Башкортостан приняла министр искусства и культурной политики Ульяновской области. Также гости – Государственный академический драматический театр Республики Башкортостан – представили ульяновским зрителям три спектакля. Этот марафон, он своего рода нас объединяет. И есть возможность показать свои театры друг другу, есть возможность зрителю посмотреть театры соседних регионов. И это такая большая творческая лаборатория еще к тому же. Театральный марафон в Ульяновске продлится до 15 мая. В свою очередь, Ульяновская область передаст эстафету Республики Мордовия. Мы едем туда 16 мая, передаем эстафету Русскому драматическому театру в городе Саранске и везем три постановки. «Царь Федор», которого мы с вами видели неоднократно и любим очень этот спектакль в главной роли с Владимиром Петровичем Кустарниковым. «Ромео и Джульетта» – классика на все времена и спектакль «Наш городок». Три вечера мы будем присутствовать в Саранске. Надеемся на то, что тоже удивим саранского зрителя. И из этого, возможно, какие-то дальше возникнут договоренности о дальнейшем сотрудничестве между театрами. В рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут 8 форумов Союза театральных деятелей Российской Федерации. На них обсудят проблемы театрального дела в России. Финальный форум состоится осенью в Москве. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается небольшое похолодание и переменная облачность. Температура воздуха днем составит 24 градуса по Цельсию. Ближе к вечеру местами пройдет небольшой дождь. Магнитное поле слабо взмущенное, ультрафиолетовый индекс равен 3. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин